Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале и сегодня поделюсь с вами рецептом потрясающей мази растирки от боли в спине. Использую чаще всего эту мазь растирку таежники, которые ходят много по лесам, с собой очень много тяжести в рюкзаках носит. И спина часто устает, начинает болеть, начинает защемлять и они делают такую растирку. А вообще первый раз этот рецепт я узнала от своего деда, который как раз таки был таежником, работал он лесничем, много ходил в лесу. И как только спина начинала болеть, сразу же делал такую растирку и буквально через 15 минут уже спокойно шел и дрова мог нарубить, и скотину покормить. В общем, спина просто как новая от такой растирки. Я неоднократно делала эту растирку и для себя, как только спина начала болеть, я намазала и все, спина как будто снова 20 лет. Хочется и бегать, и прыгать, и скакать, и отжиматься. Недавно муж натаскался тяжести, спину сильно защемило, не мог разогнуться. Приготовила я такую растирку и все, спина как новенькая, теперь спокойно бегает, все носит тяжелое и спина перестала болеть. Поэтому сегодня расскажу вам рецепт такой растирки, который поможет при боли в спине. Помогает, если там защемило что-то, если просто тянет, если, например, неловко встал, потянул спину. Я всегда готовлю такую растирку и спине становится гораздо легче. Натуральное самое главное, на натуральных ингредиентах делается очень легко и просто, и при этом польза невероятная, при этом невероятная эффективность. Благодаря этой мази растирки, мой дед до 100 лет спокойно бегал, ходил в лес, собирал грибы, сами знаете, это надо постоянно нагибаться, разгибаться. Никогда никаких проблем не было, хотя в его возрасте уже обычно люди ходят, сами знаете, очень сильно сгорбившись. У него такого никогда не было, потому что он мазал спину вот такой вот растиркой и всегда у него спина была просто, вот как будто бы ему 20 лет. Итак, давайте сейчас с вами приступим к приготовлению и покажу, как я делаю эту растирочку, как я ее использую. Готовится она из натуральных ингредиентов, я всегда готовлю впрок, просто держу в холодильнике и как только где-то спину защемила, достала, быстренько в руках вот так вот разогрела, намазала и все, и спина больше не болит. Вот, покажу, как я это делаю, всегда у меня запасы есть, сейчас для вас специально приготовлю. Беру удобную емкость, обычно я сразу же в банке готовлю и потом ставлю так в холодильник. Но сейчас вот вам покажу, чтобы было наглядно. Беру емкость и для приготовления мне понадобится чайная ложка меда. Вот примерно такое количество. Мед очень положительно влияет на спину, помогает избавиться от радикулита, от остеохондроза, помогает восстанавливать суставы. Крошечные частички меда проникают как раз таки к болезненным местам, а благодаря большому содержанию минералов, витаминов оказывается общеукрепляющее действие. Также помогает расслабить мышцы, например, если где-то потянулся, то мед помогает расслабить потянувшуюся мышцу. В целом очень положительно влияет, даже знаете, есть такой медовый массаж. Не просто так, потому что мед очень хорошо влияет на организм и на спину в частности. Дальше добавляю одну чайную ложку красного молотого перца острого. Перец оказывает более утоляющее воздействие. Он помогает оказать согревающее действие, то есть спинка согревается, помогает улучшить кровообращение, налаживает кровообращение, укрепляет тонус мышц, положительно влияет на спину. А в сочетании с медом получается такой компресс, растирка, которая помогает, например, болезненные ощущения снять. Если что-то где-то воспалилось, то положительно влияет на воспаление. Помогает избавляться от солевых, минеральных отложений, а также от жировых отложений, которые часто именно на спине бывают. И на суставах солевые, например, или минеральные отложения тоже помогают избавиться от них, потому что они не очень хорошо влияют на работу спины. Также обязательно добавляю горчичный порошок или горчицу. Я предпочитаю, конечно, брать именно горчичный порошок, потому что он чистый, без каких-то примесей, добавок и положительно влияет на работу спины в целом. В горчице, конечно же, разные там могут быть добавки, которые снизят эффективность этой растирки. Но если, конечно же, под рукой горчичного порошка нет, а спину защемило, в магазин не побежишь, поэтому, конечно, можно допускается взять горчицу. Но я предпочитаю всегда, чтобы дома был именно горчичный порошок чистый, который также содержит в себе большое количество минералов и веществ, которые положительно влияют на работу спины. Также горчица обладает разогревающим действием. И если, например, спину продуло, вот эта вот растирка вообще просто замечательна. Особенно, знаете, если там на сквозняке посидел и потом спину просто начинает ломить. Всегда делаю такую растирочку, натираюсь хорошенечко, сверху надеваю теплый шерстяной свитер и быстренько под одеялко. И все. Поспал полчасика, встаешь, нигде ничего не болит, ничего не хрустит, спина просто становится как новая. Итак, вот эти вот ингредиенты все наши мы хорошенечко должны перемешать. Вот. Смотрите, вот такая у нас получается как бы как мазь. Хранится она замечательно в холодильнике. Даже долгое время. Я вот делаю всегда запасы. У меня всегда дома есть запасы. У мужа где-то спину защемило. Соседям часто, кстати, помогаю, потому что сейчас мало кто думает об этом. Все носятся, все таскают тяжелое. А потом где-то спина защемила, ходит долго, терпит. Всегда помогаю. Вижу, вот у меня соседка ходила долгое время. Смотрю, она как-то вот так скособочно ходит. Я к ней подошла, спросила, в чем дело. Оказалось, спина уже болит несколько лет и не знает, в чем причина. Дала ей небольшую баночку с этой мазью. Все, через несколько дней она уже ко мне пришла и говорит, не знаю, что ты мне там дала, но у меня спина перестала болеть. Никаких чудес, только правильно подобранные ингредиенты, которые положительно влияют на наш организм. Итак, вот эту мазь, извините, и так вот эту вот втирочку я делаю. Мазь и все кладу в холодильник. Потом просто беру небольшое количество, потому что очень насыщенная мазь. Беру где-то вот с размером с горошину и массирующими движениями втираю. Не только, кстати, до спины. Где-то ушиблась, там локоть ушибло, колено. Тоже всегда можно достать, натереть. Вся болезненность быстро проходит и никаких потом следов, ни синяков, ничего не остается. Вот такая вот таежная втирка натуральная всегда поможет. Была рада поделиться с вами и до скорых встреч!